На Кызылском Арбате представители и специалисты крупных организаций и предприятий, таких как ТВ «Энерго», Кызылская ТЭЦ, Кызылгортранс, Лунсин, Росгвардии, строительные компании и другие. Традиционно на ярмарке представлены и вакансии работодателей сферы здравоохранения, культуры и образования. В городе Кызыле больше 200 вакансий. Из них большинство – это педагогические работники. Больше всего требуются учителей математики, русского языка, воспитателей и музыкальных руководителей. Также у нас в дефиците повара в детские сады, так как там своя специфика работы. Не каждый повар, оказывается, может работать в детском саду. Специалисты отмечают, что работа есть, да и желание трудиться в районах присутствует. Но вопрос заключается в предоставлении жилья и образовательного учреждения для детей. Это особенно актуально для тех, кто переезжает из столицы всей семьей. Еще в районах, почему молодежь не хочет работать в районах, из-за того, что в районах зарплата низкая. А тем, кто только закончили вуз, им нужна поддержка финансовая. Для того, чтобы, во-первых, и жилья нет служебного, и в садик тоже очень трудно трудостроиться. Но школа более-менее нормальна. Особенно в районах на уголь еще нужно деньги тратить, на отопление, вот это все. На ярмарке вакансий порядка 15 работодателей представили более полутора тысяч свободных вакансий. Сократить и снизить уровень безработицы во многом помогли и различные государственные программы, в том числе и реализация социального контракта. Что касается ситуации на рынке труда, сегодня уровень безработицы у нас составляет 8,9%. Если сделать сравнение с прошлым годом, у нас уровень безработицы, в принципе, республика достигал отметки 20%. Сейчас мы наблюдаем и видим, что у нас существенное снижение. Очень много наших граждан открывает свои дела, бизнес. Очень много наших граждан, которые открывают личное подсобное хозяйство. Очень много тех, кто трудоустраивается в рамках социального контракта сейчас. Обязательные условия для соискателей – иметь при себе резюме. Это намного ускорит процесс поиска работы. А те, у кого его нет, могли заполнить прямо на Арбате. В этом помогают сотрудники кадрового центра.